А сейчас слово предоставляется Владимиру Плотникову, РСД. Здравствуйте все! Всех с праздником! Наверное, с несколькими праздниками. И сегодня уже очень много говорилось о событиях, в честь которых мы сегодня здесь собрались. Я хочу сказать немного подробнее о событиях, которые происходят сегодня. И возможно о тех событиях, которые еще предстоят. Собственно, ни для кого не секрет, что на территории России все завоевания Октябрьской революции свернуты, уничтожены, сведены до нуля. И сейчас в стране у нас установлен дикий капитализм и фактически реставрирована монархия. Те вещи, которые стоят на повестке дня, многократно обсуждались в прессе, в либеральной, в левой, во всякой другой. Очевидно одно. Существующий режим и существующая экономическая система прогнила и фактически висит на каком-то неприятном жидком веществе. В ближайшие несколько лет вполне возможен экономический коллапс. Собственно, мы наблюдаем, что правительство Путина, Медведева, Сечина из последних сил пытается сохранить ту инерцию, по которой продолжает существовать экономическая система. Либералы безуспешно выводили на протяжении последних нескольких лет людей на улице. Я сам выходил вместе с людьми на протесты. Многие здесь присутствующих тоже выходили. Либералы выходят под лозунгом честных выборов, под лозунгом правового государства, под лозунгом прозрачной прессы, под лозунгом справедливых судов. Мы, коммунисты, социалисты и левые, поддерживаем эти требования в той части, в которой они соответствуют интересам пролетариата. Но мы знаем, что никогда эти вещи, реализованные сами по себе, не приведут к такому устройству, которое удовлетворит большинство трудящихся людей. Те выборы, которые прошли недавно, показали, что мобилизации, проходящие под чисто либеральными лозунгами, не могут сменить режим. Тем не менее, везде по стране постоянно происходят выступления трудящихся людей. Они происходят под социальными лозунгами. И я призываю всех собравшихся участвовать в социальной борьбе, участвовать в социальной борьбе людей труда. Помните, что 109 лет назад в падении российской монархии началось выступление женщин-работниц. И самый главный их лозунг состоял из одного слова. Хлеба, скорее всего, с большой долей вероятности можно сказать, что падение этого режима также начнется с того, что сегодня называется модным словом социальный взрыв. И именно люди труда, которые выйдут под социальными требованиями, сметут путинское государство, сметут нарастающий фашизм и установят справедливый строй, социалистический строй. Сначала в России, а потом во всем мире. Спасибо. Продолжение следует...